В столице Узбекистана состоялись архипастерские богослужения. На праздник отдания Пасхи митрополит Ташкентский в Узбекистанской Викентий совершил божественную литургию Свято-Троице в Никольском женском монастыре. В этот день Ташкентскую епархию посетил уроженец Узбекистана, епископ Юрьевский Арсений. Владыка сослужил главе Среднеазиатского митрополитического округа. А на праздник Вознесения Господня архипастеры молились в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Обо всем по порядку в следующем сюжете. В день отдания праздника Пасхи Господней правящего архиерея и викария Новгородской епархии епископа Юрьевского Арсения встречали настоятельницы монастыря Игумения Екатерина Мальгина с сестрами обители. За прошедшие от Пасхи до Вознесения 40 дней мы окунулись в глубину значимости этого торжества из торжеств. Кто-то ощутил радость Христового Воскресения впервые, кто-то ждет ее каждый год, но каждого христианина радость о воскресшем Господе должна сопровождать на протяжении всей жизни. Несмотря на повседневную суету, мы должны не терять этой радости. И каждый воскресный день для нас – напоминание о Пасхе. После последнего в этом году пасхального крестного хода митрополит Викентий поздравил епископа Арсения, сестер монастыря и прихожан с отданием праздника Пасхи. Когда мы встречаемся в Храме Божьем, каждый воскресный день мы вновь и вновь радуемся о воскресшем Господе и поддерживаем в себе эту радость и укрепляем в себе в этой радости Божественной, приумножая ее, чтобы она никогда не угасала в нашей жизни, в нашей душе, и чтобы эта радость Пасхальная всегда воодушевляла нас на подвиги добра и молитвы, добра и покаяния, добра и стремления к Царству Божию, который дал нам Господь своим славным воскресением. Епископ Арсений поблагодарил митрополита Викентия за возможность помолиться на земле, на которой он родился и вырос. Для меня всегда большая радость приезжать на свою родину. Каждый мой приезд, он как сегодняшний день, как Пасха для меня, потому что здесь прошли мои первые годы и жизни, и воцерковление, и учебы в Ташкентском духовном училище, в духовном училище. И где бы я ни оказался, когда учился в Петербурге, потом, когда уже стал служить в Новгороде, как векарный архиерей, я всегда помню и Алмалы, и Ташкент, и благодарна Среднеазиатскую землю своей интересной историей и своей уникальной историей православия. А двенадесятый праздник Вознесения Господня гости епархии и глава Среднеазиатского митрополитчьего округа встретили в Свято-Успенском кафедральном соборе. Господь, Свои Симославие, Христе Боже наш, радость отворимый, родственникам! По окончании Божественной Литургии было пропето славление праздника, а затем митрополит Викентий обратился к прихожанам с архипастерским словом, поздравив с торжеством Вознесения Господня. Нам всем показал Господь путь, который мы должны следовать в течение всей своей жизни на земле, следовать за Христом и исполнять Его святую волю и достигнуть вот этого возвышения и стать Сыном Божьим. Господь вознесся на небо, сел одеском Бога и Азар и готовит нас к тому, чтобы в веке Святой Пятидесятии послать нам внука святого, животаящего и спасающего нас, который помогает нам возвестись и нам на небо с Христом. Субтитры создавал DimaTorzok